всем доброе утро я сегодня проснулась почти в 11 часов ну принципе нормально для того чтобы выдерживать вот этих 16 часов голодания уже 16 с половиной часов я ничего не ем как раз варю овсяную кашу на всю семью почему мы так поздно встаем потому что ну все-таки выходные каникулы я в декрете почему рано зачем рано вставать нам и так это время в принципе подходит нас устраивает мы все совы кроме мужа муж вырубается раньше он сегодня встал не знаю 8 наверное утра и поехал куда в лес по грибы так что будет он грибочки надеюсь на собирает опят он хочет опята именно вот такие маленькие не хрустящие приятнее их есть чем побольше вот так он жду в принципе должен уже подъехать с минуты на минуту сейчас ему позвоню сегодня так прохладно завтрашнего дня с пятницы обещают похолодание до 11 в субботу вообще 9 градусов так что начинается холодина дождь передают правда только на субботу уже просто так в одной кофточке с рукавом футболки вообще молчу точно не постоишь а я вчера позавчера еще футболки ходила серёжа вообще футболка шорты уже все тепло закончилось мама говорит что-то у нее предчувствие что еще бабе лето типа будет тепленько еще быть уже скоро блин октябрь закончится какое тепло вот так что вот такие у нас дела а я вам желаю хорошего дня и болейте хорошего настроения на весь день и приятного просмотра так вот в общем серьезно что собрал говорит и бабки вроде или как пидуны или опята были большие но толстоногие вот вешенки или эти зонты зонты любит очень зонты кстати кто любит еще зонты пишите в комментариях вот ну чистить я не буду пускай он занимается ему нравятся грибы я не сильный любитель грибов вот так пускай занимается захотелось ему ту все вышли на улечку уже так тепленько хорошо кстати колесики светятся на 4 а чё не светится марянка как быстро маряна 6 не то надо же наверно ножки куда-то ставить серёж а ножку наверно куда-то надо ставить она седай седай златонька ножки вот так хоп до спинки двигайся до спинки встаем на солнышке солнышко так греет вот мы ехали бровары солнце как раз садилось такое было прям оранжевое и большое вот не понимая почему он такое большое летом как будто дальше она от нас а вот на осень что-то ниже хотят должно вроде как наоборот быть посмотрите на камеру даже не приближало солнце какое большое вот приближаю солнце такого еще не было прям греет очень хорошо ветер прохладенький такой осенний мне так нравится именно в этот период когда дикий виноград вот такие краски приобретает красивые прям красный бордовый желтый местами еще зеленый и на фоне голубого неба с облаками очень красиво правда а девчонки варю суп с локшиной впервые с яичной локшиной это делаю зажарочку такую лёгенькую здесь лук морковка перец и немножко помидорчика было помидорчик конечно закончились там немножко осталось на салат на один раз уже все свои помидоры шабаш так что я буду добавлять такая вот локшина здесь кстати есть рецепт бульона с локшиной я уже открыла попробуем никогда не готовилась локшина его взяла приправу грибную добавлю немножечко здесь какие лапша нарисованная так что как раз четко будет сочетаться а сережа сел перебирать грибочки уже работу свою закончил на сегодня сделал собрал коробку дверную в общем будет заниматься а вот эти говорит рядовки или не рядовки надо в интернете посмотреть не знает даже я говорю лучше не ли обувь точно уже все определись что точно рядовки думаю сюда капец думаю не подходят такие варианты думаю ты будешь летать в облаках а мой супчик варится там написано две минуты надо просто забросить чтобы они она покипела потом через две минуты помешать саму локшину и еще проварить три минуты и принципе суд будет уже готов можно будет пробовать тем временным пойду делать второе блюдо девочки решила приготовить я рубленые котлеты нужно сюда добавлять яйца специи так и манка вот и оставлю чтобы котлетки немножко разбухли и будет такие мясные куриные воздушные котлетки манка вот и манка вот и манка вот и так оставляю на полчаса 20-30 минут чтобы манка наша разбухла потом буду жарить и так наливаю я подсолнечное масло и выкладываю клетки вот они разбухли то есть манка разбухла посмотрим тоже буду готовить это впервые тоже надоели эти стандартные рецепты хочется чего-то новенького укладываю столовой ложкой но формирую небольшие к клетке сковорода еще не разогрелась будут как отбивные оля котлеты оля кулю что так долго греется ну будут у нас на ужин к клетке рубленые грибочки пюрешка салатик надо какой-то думать может быть аджику будем что салата не сильно хочется все йогурт буду пить без лактозной и чай сделаю себе с липы покажу какой он будет как я буду делать и какой он у меня получится тоже но часть липы не пила ромашка уже закончилась у меня я купила новую ромашку забыла покупках показать и оставила в кармане не влазил в пакет в карман плащ положила и забыла в общем я делаю курточку вместо плаща вот теперь накрываю крышкой и медленном огне будет жариться пять минут и другой стороны 5 уже 6 вечера так грустно становится как рано начало темнеет смотрите какое небо красивое солнышко уже зашло там за тучи спряталась ровно шесть часов вечера я поставила таймер не видно не хочет фокусироваться ладно на пять минут чтобы к клетке не забыть так не хочется чтобы холода уже были когда быстро лето пролетело или просто это уже после 30 лет время быстро летит но в общем получилось вот так вот золотистые такие котлетки очень вкусные получаются внутри мягкие а снаружи с корочкой хрустящей я уже четыре или пять штук наверно захомячил на пальца четыре и пятую там одни раз кусила и мужу отдала прикольный говорит вкусные советую если кто будет готовить такие как клетки рубленые с манкой меньше масла лучше там чуть-чуть смазать чтобы смазана сковорода было потому что будет прилипать и лучше готовить без закрытой крышки просто на медленном огне и подольше вот а здесь серёжа жарим зонтики грибы зонты в кляре получается яйцо вмакивает а потом сначала в муку кукурузная потом яйцо на медленном огне сколько там минут до золотистой корочки типа да минут 5-10 с каждой стороны а здесь в кастрюльке поставили вариться подобные грибочки или под дубовики вот ищем как правильно они называются потому что у нас в украине в селе говорят на их любит дубни да именно в нашем селе вот как правильно не называется вот смотрю на российских сайтах на ю тубе блин подобные дубовики и кто его знает как правильно да просто искать наверно в гугле по фотографии рецепта вот дуршлаг я здесь уже отваренные опята сережек будет с лучком обжаривать но опять а я попробую но я уже так наелась только йогурта выпью все больше ничего не хочу пять штук обменных как лет этих рубленых села и уже такие 5 аппетитные 20 минут варились и с луком будет минут 10 обжариваться ну что буду делать чай с липы и смелисы дубовики и смелисы и Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, уже 7-10, почти полвосьмого. Обычно я с 7 до 8 вечера ужинаю. Ужинаю на лёгкий, либо салат, либо там чай с чем-то. Вот, пью кефир активия безлактозный, с бифидобактериями. Стаканчик, ещё на завтра мне стаканчик останется. Вот, и запарила вот чаёк, и буквально где-то в 9-10 часов буду чаёк попивать. И всё, и в принципе можно готовиться ко сну. Вот, ещё пюрешку сварю. Ну, мы не поужину, понятное дело, картофельное пюре. Грибочки муж приготовит. Вот, котлеты рубленые. И анжика. А я уже всё, это мой ужин. Да, так что всем спасибо, кто смотрел блог до конца. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok